Дорогие друзья, сегодня память святителя Спиридона Тримефунского и на нашем библейском портале Экзегет мы вспомним основные свидетельства о его жизни и подвигах, которые доносит нам священное предание. Он родился в III веке на острове Кипр, и в царствовании императора Константина Великого был произведен в епископы города Тримефунта. И это служение, как его и юность, слились во единое дело милосердия, за которое и почтен был святитель от Бога великими дарами чудотворений и пророчеств. Он еще в детстве, будучи пастухом, был бесконечно милостив и заботлив о каждом из овечек, о каждой из овечек своего стада. Как пастуху ему свойственно было носить особую шапку, которую мы сейчас можем увидеть, иногда изображаемой на его иконах. И похожий же головной убор на иконе Рождества Христова можно увидеть на тех пастушках, которые устремляются по указанию ангела поклониться Богомладенцу. Святитель Спиридон имел жену и детей, тогда, в те времена, это было в порядке вещей. Как и указывал апостол Павел, надлежит епископу быть единой жены мужу. И детей своих воспитывал в необыкновенном благоговении и послушании. Когда пришел один из путников в Великий пост к святителю, он повелел дочери своей сначала умыть ноги страннику, а потом, в связи с отсутствием еды в доме, повелел обжарить хранившийся долго шмат, наверное, мы бы с вами сказали, сало. Какой-то свиной кусок просоленный. И на недоумение странника, он христианин, идет пост, святитель сказал о той милости Божией, которая простирается к ним обоим и велит из гостеприимства ему предложить некую пищу, а гостью ее принять и подкрепиться. Святитель Спиридон присутствовал по свидетельству историков церковных на Первом Вселенском Соборе. И его слово, исполненное силой, оказалось способным к смягчению сердец некоторых из Ариан, которые свидетельствовали, что пока говорились им вещи разумные, но не столь сердечно подкрепленные верой говорящего, то и были они для них неубедительны, но едва отверзлись уста святителя Спиридона, тотчас их сердце отозвалось на зов Божий. Святитель Спиридон был всегдашним скорым помощником в избавлении от всяких напастей и несправедливостей своих современников. Так один из его добрых друзей был оклеветан и приговорен к смертной казни. Святитель сам поспешил ему на выручку, и тогда, когда на его пути встала разлившаяся река, ручей, превратившийся в реку, преградил путь ему к выполнению его дела, спасение от, кажется, уже неминуемой и страшной смерти оклеветанного человека, то он повелел реке остановиться, и она послушалась его по воле Божьей. И он, перейдя как посуху, оказался вовремя на месте казни, а исполнители ее, уже предупрежденные о том, каким образом святитель пересек реку по пути к освобождению своего друга, встретили его с почестями, и это чудо Божье явилось лучшим подтверждением того, что оклеветанный и приговоренный казни был невиновен. Святитель служил Богу, совершал богослужения на всякий день, и однажды, войдя в храм, прежде оставшийся в запустении, где не было прежде людей, он начал совершение богослужения, и на его возглас «Мир всем и Духове Твоему» ответствовали ангельские голоса. И люди, услышав чудные пения, раздававшиеся из пустого храма, стекнулись к нему и увидели, что служит только один святитель Спиридон. И таким благодатным образом, таким чудом, призванные к богослужению, они прославили Господа и его верного служителя, святителя Спиридона. От всякого урожая, который собирал он на полях, им же возделываемых, он часть отдавал нищим, а часть немалую, тем, кто нуждался в каком-то временном подкреплении. Но для того, чтобы взять в долг у святителя, не надо было давать расписку, но каждый желающий входил в его закрома и брал столько, сколько ему нужно, возвращая тогда, когда сможет. Вот интересный пример такого попечения о нуждающихся и такого отношения к возвращению долгов, который представляет нам святитель Спиридон. Его уподобляли современники и пророку Божию Илье, ибо по его молитвам на Кипре, часто страдавшем от засух, то и дело проливался дождь, живительный для посевов и спасительный для земного благополучия его современников, и потому и ныне святителю Спиридону молятся и киприоты, и перед его святыми мощами жители острова Корфу, и наши соотечественники очень любят этого святого, часто он изображается рядом со святителем Николаем, а в тех местах, где его почитание особенное, и были явлены чудеса великие, его чтут как самого близкого святого, особой молитвы, вознося ему в эти предпраздственные дни, когда каждый жаждет некого обновления своей жизни, но помнит о том, что свершается это при исправности своей собственной христианской жизни, при усердном покаянии и при призывании молитвенной помощи таких великих святых, среди которых ясной звездой сияет святитель Спиридон Тримефунский.